шалом дорогие друзья шалом халерим можно сказать и шаббат шалом потому что ну приближается шаббат и я не знаю получится еще одно видео записать до шаббата так что шаббат шалом всем с наступающим ваш шаббатом мы на канале рэбэлия гукоцар и сегодня друзья мы поговорим с вами на тему последнего времени что побудило меня это сделать очень много людей спрашивать связи с происходящими событиями просит прокомментировать и находимся ли мы действительно в последнем времени или же это признаки но еще не последних времен поэтому сегодня мы поговорим на эту тему я выскажу свое мнение покажу вам что практически все то что происходит сейчас указывает на то что мы с вами вошли в последнее время так называемое которым говорил мы шеях которым предупреждал и все приметы на то указывают поэтому оставайтесь с нами будет интересно я думаю что много полезного вы возьмете для себя сегодня ну а возможно мы и хорошо проведем время вместе жду от вас ваших комментариев ваших реакций спасибо всем кто комментирует канал кто подписывается на канал канал потихоньку развивается благодаря вам я большая благодарность от меня примите и благословения всем кто трудится помогает мне трудиться на этой ниве божьей потому что воля божья есть на создание этого канала и здесь мы говорим разные такие порой и революционные вещи ну а что делать шору быть шору быть приходится где-то может быть и жестко за кого-то действовать но знаете мое четкое убеждение что у нас нету времени сейчас на то чтобы играться знаете сглаживать углы играться в какие-то бирюльки ну не осталось практически времени монахи которые монет молятся одной и той же молитвой долгое время и эта молитва у них продолжается нон-стоп 24 на 7 и вот они говорят что что-то произойдет происходит потому что как-то время так сужается до такой степени что они то что раньше могли за сутки прочитать и молитвы они сейчас не успевают этого сделать то есть сужается время и это отмечают многие люди год войны в украине да и вот годовщина будет этой агрессии которые россия напала на мирную украину их убивает мирных людей уничтожает целые города ракетно-бомбовыми ударами но старик такое беззаконие от которого принципе я шну у таких закаленных людей кровь жилых становится становится и вот этот год он пролетел год войны еще раз говорю это не просто это день войны это день за 5 можно сказать или за 10 этот год пролетел как одно мгновение почему-то но так как-то так быстро время пошло и мы с вами все это видим друзья мы с вами все это замечаем мы с вами все это константируем времени постоянно не хватает и сейчас сейчас в принципе как и всегда время самая большая драгоценность которую надо ценить и которую надо дорожить ним меньше времени проводить праздник больше времени бодрствовать почему потому что действительно подходят времена когда все мы будем испытаны в вере все мы будем помните слова машины когда он говорит петр симон симон все сатана просила сеять как пшеницу но я попросил отца чтобы в этих испытаниях не оскудила вера твоя и ты никогда обратившись утвердил многих очень сильные словами когда-то меня потрясли до глубины души и я понимаю вы знаете если взять так за основу сельскохозяйственное это действие просевание пшеницы знаете как оно происходит берется такая сеялка прямоугольная такая штука и там сито и подбрасывается пшеница ну и на ветру это подбрасывается и вся шелуха сдувается а семя падает но она не про не проходит вот так сеется то есть мы о чем говорил на шеях что поднимется буря поднимется ураган и этот ураган сметет все не утвержденное вере все то что знаете колебало что не основательное оно будет отсеяно вот этой поднимающейся бурей о которой мы сегодня будем с вами говорить друзья но прежде чем мы продолжим эту тему хотелось сказать что у нас еще на канале есть такая графа как злака или допомога это это то что мы используем на развитие служения на развитие канала и на помощь людям которые сегодня находятся в большой нужде поэтому если у вас есть сердце присоединяйтесь всегда будем мы молимся таких людям и благословляем ваши семьи и дома из маленькая графа и у кого есть сердце помочь оксане на лечение надолго болеет и без вашей помощи и трудно было бы дожить до сегодняшнего дня скажем так поэтому у кого есть сердце и помочь там есть paypal и и вы можете перечислить свое благословение и это поможет и выжить это непростое время я не верю что не только выжить но и быть здорово и исцелиться и благодарить бога в том числе и благодарить бога за вас за тех верных у кого в сердце исхез от милосердия чё сердце по причине множества беззаконий не ожесточилось и продолжает также быть чутким чужой боли чужим проблемам чужим переживанием чужим иметь сострадание то что мы называем одним словом сострадание я благословляю всех таких людей это для тех кто понимает для тех кто не понимает даже не реагируете это не для вас может пройдет время когда вы поймете что такое зака и что такое быть рядом с людьми которые проходят какие-то испытания и это не обязательно что бог наказывает кому-то интересный момент недавно с другом разбирали писание и там было я обратил интересный момент что до потопное поколение но мы разбирали слова слова и на иврите там и получается что это даже не столько наказание было исправление бог по своей милости исправляла мир то что человек испортил своим отступничеством своим грехом своим этим мы кстати сегодня об этом не поговорим потому что последнее время я думаю что на земле есть такое понимание как цикличность ну как в природе да вот мы видим зима лето 8 сменяется все так и вот человечество в поторе мы видим одно поколение которое было до нас но почему-то мне кажется я так думаю это мое личное мнение не набрасывайте сразу я думаю что существовало не одно поколение до нас и просто одно мы видим вторе записано историю одного поколения которое было смыто водой сейчас по мнению многих комментаторов туры мы земля находится под знаком огня и больше она водой не будет уничтожаться это будет огненное такое ощущение и исправление вот сегодня мы видим что это огненное исправление очень сильно приблизилась на хорошо мы начнем и помните когда был машинах на земле ученики почему-то прошло им сердце когда они были вышли с храма как раз и видно такое состояние у них было возвышенно и вошли на гору и леонскую и там они приступили на шероху пишу и спрашивают остались ним наедине и спрашивают какой признак твоего пришествия и кончины века вот такой вопрос они задали и этот вопрос наверно звучит на протяжении двух тысяч лет и павел и шауль пишет неоднократно о нем и петр тоже говорит в общем люди много размышляли кстати друзья хочу проанонсировать я готовлю очень такой бомбовый материал по теме тихая война и скоро на канале и это много моего времени занимает потому что приходится много литература пересматривать скоро на канале будет третья часть тихой войны я смотрю эта тема у вас актуальна очень я не думал что на украине сколько людей понимающих ну и не только в украине кстати потому что ну смотрит много очень людей друзья еще один момент 72 процента на канале смотрят без подписки я с большая просьба к вам тех кто смотрит на фейсбуке или на других источниках переходите пожалуйста на канал канал нуждается вашей подпиской для того чтобы больше людей соприкасалась со светом туре и с истиной важна ваша активность потому что если вы на фейсбуке или где-то лайкайте это на развитие канала ничего ну никак не не действует пожалуйста тех кто смотрит переходите на канал на youtube это не тяжело зайдите youtube наберите свет тура и рэбли ли агу козер если вы на канале и подписывайтесь там лайкайте там комментируйте это огромная просьба это не для меня это для того чтобы канал развивался и будет нам благословение от господа потому что я уже говорил и воля его есть на это так вот друзья в тихой войне их я думаю что там я буду об этом говорить но думаю что хаббат как раз он и еще и один такой знаете очень сильный признак последнего времени потому что такой тьмы такого сгустка тьмы выдавая выдающий себя за свет в израиле еще никогда не было на протяжении всех веков было очень много школ и разных течений это факт это нельзя спорить ну то есть сюда там как в христианской таки и в ортодоксальной видаизме было много течений и направлений и было достаточно жестких таких много направлений но это по своей структуре по своих по своему коварству она переплюнула всех и больше того что люди этого не видят так они все делают красиво у меня и много друзей которые пишут пишут и шоу ошибки с хаббатниками вот это за закусился да ничего с ними не закусывался я с ними в нормальных отношениях и но я не говорю о людях я говорю о этой структуре этой черной сепки которая изнутри напрочь гнила и в этой третьей части я вам покажу суть и и очень будет интересно так что друзья подписывайтесь ставьте колокольчики чтобы не пропустить хорошо и это небольшой анонс но действительно материал попался мне очень хороший спасибо подписчикам спасибо за ваши комментарии конструктивные они очень мне помогают готовить материал конечно много причем приходится всего читать того что я даже не читал я думаю я много знаю но оказывается я знаю очень мало ну всегда есть место для учения и мы все ученики я на этом не неоднократно акцентировал внимание так вот первая примета который решила говорит решила отвечает своим ученикам и на которую мало кто обращает внимание друзья первая примета времени звучит следующим образом последнего времени звучит следующим образом и иисус сказал им в ответ берегитесь чтобы и кто не прелестил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить я христос и многих простят вот этот момент почему-то ну все говорят за глады за землетрясения и вот эти землетрясения которые в турции произошли я понимаю почему такой знаете интерес активный к этой теме почему люди спрашивают ну это последнее время потому что то что происходило в турции это действительно страшно там конечно и русские отличились поехали помогать и мародерствовали там точно так же как на украине это просто позор какой-то стыд и позор но дело не в этом очень сильные землетрясения и причем они эпицентр конечно был турции но они прошли по всей земле и румынии трусила и везде и здесь мы ощущали толчки небольшие люстра шаталась в общем жена заметила обратила внимание в общем землетрясение поселиться и очень мощно я таких еще землетрясений не видел как дома складывались как картонные коробочки буквально стоит огромный дом высотный бах сложился люди бегают кричат аллах акбар аллах и и ну это ж мусульмане и молятся на улицах и и метутся вот реально как слове сказано напрасно метутся народы и царей замышляют тщетное и не знают где спасение потому что они бегут в одну сторону только туда бегут а там рушится они оттуда шарахаются страшная картина я наблюдал конечно сердце была такая боль за людей и скорбь но ничего мы не сделаем мы сами привели землю в такое состояние из-за наших беззаконий все это происходит это надо понимать потому что если бы был закон порядок то в закон то что выстраивает порядок ничего этого не было хаос то что ломает то что приводит все в неисправность и наши беззакония ведут к этому это понимали понимают многие люди которые искренне искренне верят богу которые открыты для веры для чистой веры но к сожалению очень много беззаконных которые под видом служения богу людей обманывают грабят и используют их так как и хотят но сейчас психологов и много разных учений такие знаете и вот эта примета последнего времени я бы сказал сказал что она еще в двадцатом веке это началось и когда началось харизматическое движение и начали вот это помазанник помазанник послужить помазаннику помазаннику портфельчик а что такое помазанник друзья вы же понимаете что это непростое слово это слово которое изучит христос помазанный то есть и шо говорит о том что многие придут под именем моим будет говорить я христос я помазанник служите помазаннику и некоторые в этом у такие персонажи как сандэй там мунтиан они в этом так преуспели да и не только они но я могу называть и это будет очень большой такой выстрелить черед которые назвали себя помазанниками которые вели себе подобно царям и по устраивались понастроили себе троны я помню как сандэй любил сидеть на троне трон там корона сверху и к нему подходили и он так было оставлял это это выглядело ну до такой степени но не могу подобрать слово знаете какой-то такой цель более мягкое но омерзительным это мерзленность в глазах бога потому что то что высоко в глазах людей очень низко в глазах бога и те люди которые себя превозносят они естественно что они умоляют умоляют бога и их жизни бог как-то отодвигается на второй план друзья вышло солнце и я так смотрю что чуть-чуть поменялась локации и чуть-чуть будет мешать до видео это нужно ничего не сделаешь буду дальше продолжать чтобы не останавливаться вот это первая это первая примета последнего времени появление вот этих помазанников то есть христос тех кто называет себя помазанником ведь помазание я помню знаете когда у нас очень сильно действовал помазание и мы были популярны знаменитый нас там приглашали по разным местами и по разным церквям общинам мы ездили вот там исцеление происходили разные там освобождение типа такого всего но такие шоу устраивает там и я помню все таки я наверно попробую сейчас что-то сделать друзья потому что свет очень сильно меняет картинку остановлю на секунду прошу прощения друзья так будет лучше на неожиданно солнце вышло и пришлось его немножко укротить так вот когда мы ездили по общинам по церквям и люди толпами бегали чтобы получить вот это помазание и я помню ну чтобы за них помолились или там руки возложили и мы там налево-направо люди падали там люди взлетали в воздух практически я помню такие служения просто я сам переживал такое присутствие шоу просто мозги вырубались очень сильно но все это знаете но действия помазания я но есть такой большой соблазн когда ты просто начинаешь это ассоциировать самим собой слава богу был такой мессианские ребры антоной чем уже в вечности слава богу за него очень хороший такой пастырь и раввин и я помню я вышел с одного служения и меня так несло хотя в моей жизни был полный бардак чтобы вы понимали я об этом честно говорю и как она есть то есть гордыня была такая что мама мия и женой у меня постоянно были ну такое уже шло к разводу я уже знаете даже сам об этом думал потому что вокруг меня постоянно сестры молодые знаете там рты открытые смотрит а жена жена мешает в таких случаях и уже у меня так и заносит ну я не знаю что это неизбежность каждого человека через которого делают и действует помазание потому что ты начинаешь думать что это ты такой и что-то ну я но я вспомню одно служение когда куча пастырей стоят с открытыми ртами а мы начали там было ну марафон такое служение 24 часа продолжалось и наше пришло время служение ну то есть наш отрезок времени и мы вышли и пришел очень сильно дух и и там началось суд пир духа как мы говорили святого так вот этот началось пиршества и все стоят с открытыми глазами и и у меня приходит мысли ну я смотрю как все такие пустые я думаю но через них же не действие я понимаю что это типа бог все делать но не через них же через меня понимаете это очень страшное ощущение и слава богу что на моем пути был такой бог поставил такого человека как антонович у меня подозвал хотя этот шоу гордо вышел святого служения помню меня несло люди за мной толпой идут и я выхожу и он так меня на секунду можно я думаю там не сейчас некогда хотел сказать а потом да не подойду подошел я в такой кепке вы знаете он не так эту кепочку снимает я уже осуществил кто это в смеет так со мной себя вести и он мне говорит послушай меня внимательно вот посмотри вот эта кепка это помазание а вот это ты а вот помазание в стороне тебя и бог судить будет тебя не по вот этому а потому что ты делаешь я думаю откуда он знает что у меня такое в жизни творится наверное жена нажаловалась но потом я понял что это бог и слава богу мне тогда очень сильно отрезвило и где-то буквально уже через полгода когда мы были в круизейде или по германии бог открыл мне что я гордый человек и вокруг меня очень гордые люди находятся которые никогда мне об этом не скажут я помню я плакал отказался ехать на служение я стоял на коленях и думал боже шо мне с этим делать я просил боже можешь забрать у меня все только пожалуйста спасибо помилуй меня от этой гордости потому что я не знаю что мне делать и это было знаете той точкой когда ну она конечно в одном мире ничего не изменилось но бог потихоньку начал меня выводить из этого состояния такого знаете раздутой жабы это жаба начала сдуваться и слава богу я не помазание больше вот и слава богу я не называю не называл себя не называю помазанником слава богу я обыкновенный человек хотя бог действует через меня там и на исцеление действует до сих пор это но больше я об этом я говорю об этом просто чтобы вы понимали но я этим небо хвалились и нигде не устраивали никаких шоу если бог мне говорит за кого-то молиться я молюсь за этого человека вот и все не больше не меньше и очень боюсь этого состояния и очень свяжу чтобы моим сердцу был страх божий понимаете о чем я говорю но отказаться от этого это очень непросто я знаю по себе о чем я говорю отказаться когда весь мир тебя теснит если у тебя перспектива дальше стадионы будут и все остальное потому что она же идет по накатанной остановиться в этом практически невозможно и такие как бы не хинты и муньяны и прочее прочее этому свидетельство люди которые на самолетах которые наполнил нас на дорогущей феррари которые за 200 тысяч евро написано было молимся за украину молись за украину и помню еще зеленский это обыграл с такой скоростью как этот пастырь за украину наверно никто еще не молится никто не молился и не молится в общем вот первые приметы времени и почему и никто не уделяет внимание и очень мало уделяется внимания да потому что очень многие находятся под этим обращением помазание христос и это очень важно понимать очень важно понимать что понимаете помазание это господь и вся слава только туда а вот человека божьего только по плодам и знаете я помню я говорил с одной женщиной она мне там пропыталась доказывать за одного человека мы развалили я говорю я не вижу плодов духа там понимаете вы говорите мне заслужение какое-то чудеса там которые видите но я не вижу плода духа так бог же действует через него так бог действовал и через валаама помните такой был пророк валаам который бежал проклясть израиль из-за той музды которую ему мы предложили так бог действовал через него и которые многие исследователи торы называются называют колдуном бог действовал через него но предупреждение на шеяха в нагорной проповеди он говорит берегитесь лже пророков и что дальше по плодам вы узнаете их все правильно три раза повторяется по плода вы узнаете их по плодам вы узнаете их и причем плод же духа опять это искажается вот этими помазанками и они делают это или же сознательно или несознательно об этом я не буду говорить о том что мотивы сердца их них не знаю но искажается и они называют шоу угодно плодом только не плоды духа позже духа из вера любовь крота смирение терпение надежда вера ну вот что есть плод духа гордыня а вот это такое отношение к людям через губу знаете когда ничего ничего вот это не есть вот духа и это как раз почему этому вопросу мало уделяется внимание потому что очень много появилась христов очень много появилась помазанка которым это за которых эта тема табу они нельзя говорить но если вы их жизни плодов нет они вот называют плодами людей там у меня плодов в общине 10000 у меня плодов там 100000 ну и в общем эти цифры рисует хотя это никакими плодами не не является люди сегодня пришли завтра ушли как это можно называть плодом я помню когда я принимал водное хрящение то есть погружение и за мной бежал там один такой мой друг которому я много благовествовал и он бежит за мной и говорит я оденься оденься я мокро и иду холодно ради вот на наки не вышел ты за мной так и как же я что и плода какой ты плод и так принято есть у людей такое но очень важно знаете знать писание очень важно быть в нем следующем для того чтобы не делать подобных ошибок поэтому мы видим выделили эту это как примета последнего времени и вот мы видим что это примета очень сильно влияние имеет на мир это одна из таких беззаконных действований которые раскрывают землю и ведут к тому что дальше начинаются войны дальше начинаются катаклизмы природные дальше начинается глады море землетрясения и об этом все не шо говорит это начало болезни и вот и мои устойчивое мнение что мы находимся в периоде устное начало болезней потому что все что самое страшное еще впереди ну как страшное для нас сказано не бойтесь и не ужасайтесь ибо я господь ваш я держу за правую руку и с руки моей никто не похитит и прочее прочее то есть и и то что происходит всему нам бежит быть поэтому не бойтесь и не ужасайтесь мы мы должны пройти через этот период больше того нам нужно устоять в вере потому что я думаю что будет больше всего атак на веру и каждого дела будет испытана как раз вера будет каждого испытана потому что те стрелы лука о которых я переживал которые враг душ человечества металл мою жизнь на протяжении моего пути верующего человека и я понимаю что бог меня готовил вот этим временами поэтому позволял этому происходить и поэтому вы помните что он говорит дела дьявола нам не безызвестны точно так они не безызвестны и мне потому что проходила приход приходилось проходить очень много вот таких знаете когда просто твоя вера разлетается в пух и прах и остается такой тонкий лучик надежды за которой ты цепляешься с последних сил и она тебя раз и вытягивает я думаю что через эти испытания и более еще сильные нам придется всем пройти и я на это тоже упущу тот дальнейший разговор там где он говорит и мы уже глянем на то место когда он говорит Ишуа говорит от смоковницы возьмите подобие когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья то знаете что близко лето так когда вы увидите все сие знаете что близко при дверях истинно говорю вам не пройдет род сей как все сие сбудется небо и земля пройдут но слова мои не перейдут одни же том и части не знает никто но только не знают не ангелы небесные а только отец мой один и как было во дни ноя так будет и в пришествие сына человеческого вот это место нам еще и будет интересно сегодня все что посередине я надеюсь вы прочитаете сами и там разберетесь ну я уже сказал что глады землетрясения море все это мы видим страшные болезни то есть земля явно поражена земля явно болеет но нам интересно сегодня будет смоковница и о какой смоковнице говорится и почему он к смоковнице апеллирует маши ну смоковница всегда в писании символизирует израиль и то что сегодня израиль выходит на первый план потому что как сказано в книге и захария что последнее если первое было излияние духа оно было на израиль мы помнить не помним что в день шоуот по христиански это 50 но это шоуот и день шоуот произошло излияние духа и многие тогда обратились к богу истинно открыли свои сердца и дух святой пролился в их сердца так вот и вот все началось в Иерусалиме все точно так же будет там и заканчиваться то есть приход на шеях будет туда и ноги его станут на гору Иллионскую и об этом сказано в книге Захарии если мы читаем 12 ла то день я сделаю князей июдиных как жаровни я с 6 стиха читаю с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопою они стреляют все окрестные народы справа и слева и снова население населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме и спасет господь сначала шатре иуды чтобы величие дома Давидова и величие жители Иерусалима не возносилось над Иудой тот день защищать будет господь жители Иерусалима и самый слабый между ними в тот день будет как Давид А дом Давида будет как Бог, как ангел Господний перед ним. И будет в тот день, и я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей из Иерусалима из-за люду благодать и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единокровном сыне, и скорбят о первенце. Вот это место мне бы хотелось, чтобы прокомментировали те, кто рассказывает, в частности, хаббатники, которые почему-то этого места обходят, объезжают его всячески. Ну, они разбивают там пух и прах, например, Альма, где все девушки, чревик зачнет. Я понимаю, о чем речь идет, и согласен в некоторой степени. Но вот это место они почему-то избегают. Потому что и в оригинале, и в Синаидальном, в принципе, тут разбежности нету в переводах. Воззрятся на него, которого пронзили, и будет колено каждое плакать особенно. Вот хотелось бы, чтобы прокомментировали и услышать комментарии от этих людей. Но их почему-то нету. Вот все, как началось в Иерусалиме, там будет заканчиваться. И почему же все-таки он к смокве говорит о смоковнице? От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, и пускают листья, и знайте, что близко лету. То есть смоковница – это Израиль. Так вот, 42 тысячи лет не существовало государства Израиля. И в 47-м году было... Ну, это чудо. Друзья, это огромное чудо, которое тоже замалчивается. Но вот представьте, какого-то государства нету 2000 лет, и потом оно, как птица-феникс из пепла, вдруг возрождается. Так вот и так случилось с Израилем, который... Израиль был рассеян по всему лицу земли. Я в этом вижу промысел Господний. То, что говорит Машея, помните, о Царстве Божьем, что засеяно было поле, и это поле было мир. Оно было засеяно, и свет пришел во все эти самые темные углы. Так вот, потом это будет собран урожай, и 2000 Израиля не существует, и потом Израиль возрождается из пепла, и мы видим, сегодня государство есть, земля есть. То есть идет подготовка к тому, чтобы в мировую житницу, которая есть из Израиля, будет собран весь народ Божий. Я об этом уже говорил неоднократно, поэтому я повторюсь еще раз, потому что, по моему мнению, сейчас Бог собирает снопики. Это такие маленькие группки, Он выводит с Вавилона людей, с этого смешания, с Вавилонской блудницы выводит своих, собирает свой народ, собирает их в маленькие группки, в маленькие такие снопики, чтобы потом переместить в большую житницу, и это житница Израиля. Потому что одно из условий прихода Мошеяка, это то, что весь Израиль должен воскликнуть Баруха Баба Шейм Адонай. То есть благословен грядущий во имя Господне, в имени Господнем. Не во имя, а в имени Господнем, то есть в сущности Божьей. Потому что, когда мы говорим во имя, мы не понимаем, о чем мы говорим, что такое во имя. Вот молятся во имя Иисуса Христа. Что такое во имя Иисуса Христа? Вот скажите мне. Напишите в комментариях, как вы понимаете, что такое во имя Иисуса Христа. Но нету такого. Б это предлог, то есть в. В имени. А что значит имя? Имя это всегда сущность. Это тот, кто грядет в сущности Божьей. В Машехе была сущность Божья явлена. И эта сущность будет явлена в второй раз, когда он придет на эту землю, уже чтобы совершить суд. Отделить козлова от овец и разделить вот эти плевела и это. Поэтому будет предшествовать буря, которую подъем мы видим. И Бог еще в 11 году мне сказал, дал пророчество. К сожалению, у меня сейчас его с собой нету. Хотелось бы зачитать. И там в 11 году Бог сказал, что буря поднимется от востока и на западе начнется поражение. И сейчас мы увидим это все сбывающимся. Я его там записывал на фейсбуке. И у меня есть там где-то в роли, как надо найти. Оно есть, это пророчество. Которое Бог мне сказал в 11 году. Так вот, то, что Израиль, это смоковница. И он говорит, его не было, а сейчас есть. Это и есть то, что возьмите от смоковницы, возьмите подобие. Когда ветви ее начнут зеленеть, смоковница еще не приносит плод. Еще тьма, о которой мы будем говорить в тихой войне, очень сильно сковывает. Но мы же знаем, что перед рассветом всегда сумерки сгущаются. И вот хаббат это те сумерки, которые очень сильно сгустились сейчас над Израилем. Но это всего лишь перед рассветом, перед этим сильным излиянием, которое и заставит смоковницу плодоносить и исполнять свою функцию. Ту функцию, для которой Бог его и создавал этот народ. Это нести свет людям, нести мир людям, нести добро людям, а не наоборот действовать. Так вот, вот это должно, друзья, нам указывать на то, что мы вошли в последнее время. То есть, ну, время, которое предшествует приходу Машеха. По всем, по всем даже, по еврейскому календарю остается там до эры Машеха 14 или 15 лет. Ну, там есть споры, что там что-то было потеряно или не потеряно. Ну, я думаю, что нам не надо эти все летоисчисления, потому что тот, кто умеет, имеет духовное развлечение, он видит, что по времени, по всем вот этим приметам, что время близко. И еще о чем говорит Машеха, он говорит, будет как водниное, так будет. И что же было водниное? Я вам сейчас немного прокомментирую это и буду заканчивать, друзья. В водниное происходило вот это смешение. Две линии, одна Каинова, одна Шета, Сима. Они шли до какой-то степени раздельно, потому что одна линия это тех, кто двигали цивилизацию без Бога. Одна, вторая линия по заявлению Хавы, то есть Евы. Она думала, что Бог восстановил и семя, но мы знаем, что семя будет восстановлено только спустя много времени в Машехе. Но она думает, что Бог восстановил семя Авеля, и это линия, которая дала развитие вот этой восстановлению семени Авеля, то есть божественные линии. И вот на каком-то моменте эти линии взяли и пересеклись, и начали смешиваться. В никаких там ангелах речь не идет, как многие комментируют, что ангелы падшие начали к дочерям человеческим. Ничего там такого по структуре, по Торе не видно, потому что я тщательно избирал, и у меня это есть времена и сроки. Видео на канале, где я об этом говорю, если кому интересно, посмотрите. Я сейчас не буду, но то, что нам интересно. И увидел Бог, что велико зло человека на земле, и весь идеал, идеал это ЕЦР, замышлений Махшавот, замышления это Махшавот, его сердце, сердце это ЛИБА, только зло весь день. В сердце человеческом создаются представления о себе и мире. В сердце человеческом воздвигается идеал, который указывает направление всего развития человека. Поступки можно искупить, мотивы и устремления воли исправить, Но если зло коренится в побуждающем идеале сердца, ЕЦР Махшавот ЛИБО, то это непоправимо. Если, смотрите, сказано, больше всего хранимого, храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Вот если в сердце человек пускает, а что такое сердце? Это сущность, это то, что нами управляет, то, что нас направляет. То есть та сущность, которую мы можем скрывать за какими-то личинами, но если там зло, поверьте, это непоправимо. Потому что все, если в сердце поселилось зло, если там воссел, помните, Шауль говорит, и в храме Божьем сядет, действуя как Бог, выдавая себя за Бога. И все думают, что будет построен храм в Израиле, и там он сядет. Да ничего подобного. Со времен Ишуа храм Бога – это человек. И тот, кто в храме садится, то есть тот, кто выдавая себя за Бога, действуя как Бог, он уже давно во многих храмах сидит. И люди думают, что это Бог действует через них. На самом деле это противник Бога. И почему мы это узнаем? По плодам вы узнаете их. Если там в сердце человека добро, то от него и добро исходит. Если там зло, то что бы ни говорилось, что бы ни делалось, или какие бы чудеса ни являлись, но это зло, абсолютное зло. Понимаете? Так, и Бог увидел, что сам идеал сердца человеческого – зло, и только зло. Зло – ра. Зло – то, что ломает, друзья. Если то в добро – это то, что созидает, то зло – это то, что ломает. Исполинные батареи вместе установили в человечестве такие идеалы, которые окончательно сломали его путь жизни, привели человека в состояние полного беспутия. И расклилось – это слово на иврике звучит в эти шиахет – земля перед лицом Бога и приплом у нас скверный – хамас. Хамас – это название террористической организации такой есть. Но хамас – это и слово, которое переводится как скверно, но это слово, которое очень непросто вообще перевести на русский язык. То, что прерывает человеческую жизнь как таковую, называется шхита. То, что прерывает какой-либо путь, будь то обрыв или яма, называется шахат. Шахт, шахт, извиняюсь, не шахат, шахт. Земля же произвела веки шаха, шахет, то есть образовала, оборвала установленный путь развития жизни. И сделала это перед лицом Бога в открытом. Почему? Да потому что расклеение есть возобладание сил плоти над силами души. Это не то преступление, за которое по человеческим меркам можно судить или карать. Расслеение не скрывает себя перед Богом, потому что не видит дурное в том, что делает. Тут своего рода такой апофеоз путаницы добра и зла. Слово хамас, то, чем наполнена земля, обычно переводят как злодеяние или разбой. И в синаидальном так оно и переведено. Но для понятия разбой в священном языке есть другое слово, газаль. Означающее уголовное преступление. От которого общество знает, как оградить себя. Есть, существует закон, уголовный кодекс. И мы знаем, как себя от газаль отгораживать. Хамас же это не криминал, а те гадкие мелочи, чье множество передается в понятии скверно. Это постепенное и часто неприметное ежеминутное разложение, уголовное ненаказуемое брожение и неение в обществе. Друзья, маленький пример, чтобы проиллюстрировать то, что я говорю. К примеру, 20 лет назад, если парень надевал себе женские одежды, это не то что шок. Мы таких могли и наказать, знаете. Ну, в общем, это кто позволял себе в открытую так ходить. И, ну, женщина там в мужских одеждах, это такое было еще. Но в основном мужик, за что, мужчина, то сегодня это с добрым утром. Больше того, на Западе это вообще, я помню, одному пазу я увидел, там две этих идут девушки обнимаются, целуются. Я там со мной знакомый был, я ему говорю, а ну пошли, будешь переводить. Он, куда ты, не вздумай, он там живет в Ганновере, не вздумай, говорит, потому что нас посадят надолго и это. В общем, это то, что постепенно идет и разлагает общество, и оно нельзя за это наказать. Вы понимаете? Если раньше обнаженные тела не показывались, это было стыдно, то сейчас мы везде на бигбордах. И оно так потихоньку зашло, сначала короткие юбки, потом то, потом это. А сейчас везде на бигбордах, телевизорах, их нельзя включить, никто нельзя включить, везде это реклама сумасшедшая. В общем, вот это есть Хамас. И Хамас это хамство, наглость, бесстыдство, ругань, нравственное уродство, надругательство, бесчестие, обман, мразь, грязь. Все разного рода беспутство в течение жизни. Нахаш, вспомните, разит в пяту. Человек совершает Хамас, когда гадит, сквернословит, когда глумится, ну, насмешничает над другими, оскверняет, позорит, подличает. Подлость, это же нельзя за нее, ну, никак, не осудить, не наказать. Но подлость, это же, ну, такая, знаете, это радиация. Это то, что ты не видишь, но то, что разлагает общество. В сексуальной жизни это беспорядочные сношения и выведение семени зазря, то есть, ну, понимаете, да, о чем речь идет. Не для зачатия и рождения. В психофизиологической жизни это смешание мужского и женского. В общеприродной жизни это нарушение закона лимино. Породу их скрещивания одного вида с другим. Что сейчас вообще процветает. Сейчас вот это скорпиона с картошкой, чтобы колорадский жук не ее, понимаете, до чего вот это дошло. И это, кстати, ну, это же ужас, что сейчас это скрещивание. А это конкретно нарушение закона лимино, когда Бог сказал, нельзя два разных семени смешивать. Так оказывается выражение, выражается последняя степень порвания Духа Божьего в человеке. Даже ни молитва не поднимается в иск, да на человеке есть пыль Хамаса. Именно распление такого рода, как мы видим, побудило Господа незамедлительно стереть все живое с лица земли. Поразительный момент, что Бог сам, ну, в этом всем скорбит, когда видит это все. Потому что сказано и пересмыслил военахэм Господь, что сделал человека в земле и воскорбил, и этоцел к сердцу его любовь. То есть сердце Господа, любовь к человеку, желающий радости о человеке, сердце Господа наполняется скорбью. Но, естественно, что если мы говорим, что Бог Отец, представьте, если вы родитель и видите своего ребенка в таком состоянии, это ли не боль? И вот и в сердце Бога боль, и, естественно, что и скорбь, но как-то развитие поколения было остановлено и прервано, и был спасен только тот, кто обрел в глазах Бога, был сказано праведный, цадик. И томим совершенный, то есть это внутреннее совершенство, и ходил перед Богом, но мы уже, я об этом говорил, я не буду повторяться. Так и это поколение, вы не сомневайтесь, оно не было грешнее, чем мы. И во многом мы уже сейчас переплюнули. И вот это последние слова еще о приметах времени, но как было в одни ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Сына Человеческого. Вот это поразительные слова, на которые тоже никто не обращает внимания. Итак, мы сегодня разобрали три примета. Это появление Христос, помазанников, появление Израиля, и мы говорим, что циферблат и все возвращается к 12 часам, а 12 это Израиль. И третье это Хамас и глубинное понимание этого слова. А дальше уже, друзья, вы сами размышляйте и думайте, мы вошли во времена последнего времени, и есть ли приметы последнего времени, это уже судить вам. На этом буду заканчивать, друзья. Всех вас благословляю, всех обнимаю, всем желаю, знаете, бодрость, бодрствуйте, освящайтесь, очищайтесь. Знайте, что дни лукавы очень, и время лукаво, оно летит как мгновение, и завтра может и не быть. Мы живем в такой этаж, что завтра может и не наступить. Сегодня и сейчас надо исправлять свой путь, надо пересматривать свое сердце и делать это честно, максимально честно, по отношению к себе. Вы знаете, нас очень много времени приучали ходить перед людьми, но пришло то время, когда надо перестать. Какая разница, что люди, важно, вот зеркало, и важно, что соответствую ли я этому образу и подобию Божьему или нет. И честно самому ответить на этот вопрос, если нет, тогда молитва, тогда пост, тогда обращение к Богу, покаяние, тшуа, и Господь поставит на этот путь. Если меня Господь, вот я вам рассказывал в начале видео, смог вытащить со всего этого, то я верю, что безнадежных ситуаций нет. Поэтому всех ободряю, выход есть для всех, поэтому, друзья, шутила, шаббат шалом, входим в мир, в покой Божий. Не забываем, что канал ждет вас, друзья, ждет вас, просто вот так говорит, приди ко мне, все трождающиеся и обремененные. Ну, серьезно, друзья, пожалуйста, не забываем, что канал нуждается в вашей помощи, и развитие канала зависит от вас, и это дело Божье. Поэтому прошу вашей помощи, а так благословляю вас, и будьте счастливы, будьте всегда радостны, и будьте, освещайтесь, друзья, освещайтесь. Кому надо помощь, звоните, пишите, я свой телефон оставлю, будем вместе искать Бога, но чем смогу, тем помогу. Все, на этом буду заканчивать, всем шалом, до новых встреч на канале Свет, Тура, Рыба, Лягу, Коцар. Шалом, шалом.